всем привет дорогие друзья всем привет а мы решили записать обзор на еще одну карта на еще один д д д в комп на до конца нет какой-то варкап до варкап 4 вы решили записать обзор на варкап rdf комп 13 это варкап номер сейчас сейчас я вспомню какой-то номер 378 да это варкап номер 300 сейчас я покажу браузер вот короче это варкап номер 378 проходил он с 23 на 7 до 2 по 30 на 7 до строя сам в августе короче на нем куча оружия тыры-пыры сейчас будем на него вроде как показывать что такое лучше много ну да но куча да в общем с вами как enter и и москаль да 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 обычно да да надо один случайно два совладения ждем 3 обзора получается так в общем я эту карту к сожалению почти не играл я буквально побегал и совсем чуть-чуть и ничего мало про не могу сказать но вот-вот тот кто здесь рядом со мной бегает он сможет уже не бегать сможет потом показать как правильно проходить мы начинаем карту но я наверное сначала покажу здесь мы появляемся на старте в таком большом вроде бы месте дают одну плазминку и нам дают гранату и еще патрон есть перед нами триггер который который нам стартует таймер и его можно несколько раз зацеплять то есть на старых так как карта очень старая и он можно было триггер и там не делали слайд минус 1 поэтому такая штука вот и нырабельно поэтому забей мы здесь что видим здесь такой крестик никуда не залезть наверху вроде как телепорта нам наверное туда нужно залезать стрелять крестик ничего не происходит так ладно я попробую сгода залезть почти ну давай с плазминка дана как раз для этого но если посмотреть отсюда вниз то мы видим сейчас я покажу получше то здесь плохо видно вот вот здесь от низу у меня написано дистанция за 384 то есть дистанция до пола 384 юнита а высота максимального рокет джамп и 392 с нашивались то есть дам 91 один там с половиной 75 там чистого ровно да это неважно но петлю заступ еще поэтому плюс заступ то есть туда можно залезть одна граната на плазминка дана вроде как чтобы ты просрал да можно запрыгнуть так мы да круто здесь сзади во внутри телепорта находится триггер который нос портует дальше мы выходим из телепорта прыгаем здесь такая рампочка которая нас скидает немножко вперед вислика без всего еще один триггер который кидает вперед ты конечно не любая это еще есть рампа которая не кидает ну ладно она может назад кидать или не знаю тормозить или вверх кидать понятно хорошо так здесь нам дали три бафаги три бафаги и мы здесь верим что три надо было с этим давай часто залечу чтобы после 20 раз не делать вот сохранюсь вот мы выпрыгиваем сюда прыгаем прыгаем нам дали даже у меня автосвич цг автосвич один меня просто допустим 2 до дали 2 бафаги то что здесь у меня невидимость это ладно не смотрите это я и сам себе нам дали бафагу и нам нужно здесь видимость бафаги как-то пролетать подбираю вот эти вот бафагу которая здесь висит а висит здесь сразу по 15 штук почти вроде бы да ровно разбирался патрон надо то есть технически есть набирать ее будет нормально единственное то что нужно учитывать то что хп здесь не дают нигде и каждая бафагинка отнимает там до 50 кп поэтому хп здесь очень нужная штука так дальше если здесь прыгнуть в воду я заметил что есть такая штука как невидимость зачем на зеленая не знаем дается по 30 штук я посмотрим что надо для чего пройти по так дальше у нас триггер который нас портует вниз следующую комнату здесь здесь кстати интересно наверх можно и все здесь ничего нету интересно такие я подумал что может туда можно с поверху пройти но туда не залезть к сожалению вот ну значит мы здесь падаем из телепорта ползем ползем видим неуязвимость хейст и плазму 200 плазмы куча хисты наверное нужно если мы пойдем у нас выбора то нет назад так проходить у меня очень громкий на звуки обморка ровная . ты с нее свалился я хотел по хоум да вот мой бибокс чтобы было понятно как здесь это работает то есть нам нужно куда-то вот сюда выстрелять а подожди этот триггер это у нас а это скорее всего чекпоинт сверху здесь вот один point да чуть 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 ниже триггер которые наверное ну ладно тут дайте до него сначала три раза балл 7 секунд успеем не успеем я поздно начал стрелять 6 вот мы падаем вниз нам дают рокет и и потом все отбирают ну видимо сюда нужно падать дальше мы вперед запустить ракету мне кажется если две запустить с той высоты это пока она долетит мы успеем 20 раз упасть и дальше бежать плюс у нас там квад нам еще дается поэтому все будет так себе вот здесь мы берем бы фигу ну наверное куда-то сюда и куда-то сюда и здесь финиш ну вроде все я не знаю что сказать здесь вода кстати не телепортирует никуда нужно ножками здесь про ну правда слава богу он телепортирует почему если ты упал то тебе отсюда не так по стеночке потому что я тебе потом покажу и ты не финишируешь да вот я дарилась корней я финиширую и здесь хп есть ну давай да да давай показывает смотреть кстати подожди снаружи эти смотрите тебя зеленый бибокс а если внутри смотрите на себя белый прикольно ладно ты не смотри из меня вылези из меня пожалуйста да ладно значит какие нас вариант на старте во первых то что на старт триггер здесь можно начинать чуть раньше и набрать больше скорости до старта вот таким образом можно как можно эффективнее стартануть но можно врезать в эту штучку нужно найти такой такую оптимальную траекторию чтобы не врезать эту штуку но можно признать кстати полете и влететь туда максимально быстро можно с парака попробовать или а через верх здесь нельзя тут при правил клип есть можно перелезть через сорт нет вряд ли это пробовал а вот и как скал enter тут высота жампа то есть в теории можно сделать просто с гранаты и сохранить одну плазминку как мы знаем в цпм одна плазминка то очень много и можно во второй комнате я сейчас сохранить тут сделать на рампу пасть а потом сделать буст или сразу с рампы делать буст тоже как хотите и конечно это же даст плюс плюс большой но никто этим не стал заниматься по крайней мере у нас в клане может быть кто-то это и делал но это очень задротно потому что сделать идеальный гренаджамп и при этом сохранив скорость не врезать вот эту штуку то есть она отец всю скорость сбрасывает очень гранатично попробую главная проблема в просто в идеальном гренаджампе ну вот я видел там все идеально сделал да мне все равно хватило времени чтобы направить ну я врезался нужно очень-очень идеально сделать там но я скорости тоже немножко зависит эффективно проще всего делать вот так вот и вот так вот вот сохраняя скорость летаю в телепорт можно делать спиной это даст дополнительную скорость сейчас то есть когда мы стреляем спиной у нас получается ой с большей скорость но это кому как удобнее о а и кстати энтер не обратил внимание на замечательные телепорты просто восхитительные телепорты олскульные которые ты можешь включить на клипы да они отображаются дуры и врезаются причем они сука узкие и они будут идут по такой штуке под кодоге то есть сверху уже расстояние то есть влететь сверху практически невозможно то есть нужно влетать именно в центральную часть это важно будет следующей комнате сейчас я покажу так у нас значит нет ничего да вот так я экономил до этого число следующую комнату я чуть-чуть закажу здесь к сожалению как-то странно сделано если включаю клипы то мы видим то что стеночка закрывается я не знаю почему но как бы клипа здесь про это у меня сказать вроде как должен быть клип потому что он вот непрозрачный но он почему-то проходится насквозь не знаю надо где компьютерить мапа смотреть что за фигня так ну ладно ладно хорошо значит основная проблема таком это было в том что тут эта рамочка она перелетается при хорошем стрейфе то есть если мы идеально заходим телепорт она перелетается идеально стрейфим как я с этим боролся в принципе если стрейфить по такой дуге вообще не потом по диагонали то в теории рампа получается как бы длиннее да и мы ее успеваем задевать и я делал с помощью вот этой зоны маленькой от этой зоны так на зиму же максимально она не включен до теперь включен таким образом я максимально оттягивал свою траекторию вправо и таким образом у меня очень длинная рама получилась сейчас я покажу ну в идеале как сразу не попадать но я через раз попадал это уже не перелетала рампу вот и очень редко перелетал на самом деле если вот именно так вот то есть главное прямо не стрейфте стрейфте сразу в бок понятно да вот так дальше что у нас происходит ой перелетел сейчас ну бывает через раз получается а дальше нам нужно этим патрончик взять на скорости я внизу чё там чё за чё за монахи там сидят молиться кому-то по нахер и я чуть не посмотрел на них прикольно да причем этот скелетик особенный может телепортирует да вроде нет куча скелета сидят так нам дают по фигу надо взять на скорости блин ну тут как короче как получается уж очень великостные эти патрончики находятся и не всегда получалось их взять идеально в общем тоже была проблема большой вот и иногда получалось тут с гб не получится с одного прыжка перепогнаться но качество ждет сейчас не могу делать с двойным выстрел дожди мне дело с первого патрона но с первого прыжка и тут никто пишет расстояние на гб я падаю я вроде бы понял сейчас я далеко может быть если там как-то постараться и схитрился но нет нужно в фигу же брать а там получается нужно дагу делать то точно недели не долетишь очень два варианта пройдемся можно стрелять сразу и потом еще расстреливаться таким образом брать так в фигу либо стрелять с гибки сразу и брать вот так богу я как дело чтобы эффективнее стрелять я переключался на пилу разворачиваться и пилил чтобы сразу при при взятии буфоги на триггере мне сразу был выстрел чтобы не тратил время на переключение ну или пока там вдруг я позвожу за фейлил с ним руки плазма да руки нажму плазму а у меня ушка уберется я не смогу выстрелить нормально понимаешь такие дела вот это переключался и стрелял вот дальше брал пугу на лету мне лень это дело тушь меня в горит сты карты и стрелял так вот ну горизонтально естественно вот и встречаем замечательный телепорт которым не потратил все нервы на этой карте а в общем в чем суть на скорости 2600 примерно ну плюс-минус мы должны залететь идеально в него это минус рекорд идеально надо в него по центр залететь чуть выше зальтишь и врежь свою штуку скорее всего чуть ниже тут вода обращая внимание замечательную воду то есть нужно рассчитать свою траектору и так после спамом буфоги короче нужно вырвать и попасть саймплей такой может это усложить но я считаю это дебилизм потому что но сделать хотел полку длиннее сделать и я не знаю ну план телепорту кину сделать пол подлиннее что можно было корректировать себя тут у меня плывут попыток воду большой большой триггер который дает тебе чекпоинт надо было его триггером телепорта сделать и все ну да как вариант как вариант план заходим телепорт также видим тот арбук который перелетается замечательным образом но enter не обратил внимание у нас сохраняется бафога у нас хранится бомба газ мы то есть мы сколько патрону наберем столько патрон можем израсходовать до самого конца карты ну да триггер от бортом то есть мы можем сделать бафога джамп и быстрее достигнуть этого места есть нас есть бафога нам есть не нужен мы просто берем батлу и спускаемся здесь вот таким образом дальше отстрелюсь на ракеты и как можем вот видим что либо бафогой можно остались до либо попугой на бафога складом я ее не смог проконтролировать я забил на это дело я выстрелил просто ракетой потому что очень рандомно кида это очень сложно проконтролировать скорость внизу а скоро снизу нам очень важно потому что эту штуку нужно брать на лету то есть не падать вниз останавливать делать и джампы и финишировать а брать на лету отстреливать с ракеты отсюда к вадам или отсюда пониже где там триггер отбора где-то здесь брать на лифту и спамить и так по стене а можно использовать воду то есть можно так разворачивать и так по воде спамить помнишь я говорил почему там это важно что нет телепорта потому что очень часто ты по воде это стреляешь в какой-то по крайней у меня так было вот сейчас я попробую исполнить а еще не момент такой у нас получается работа перелетается поэтому можно просто в нее стрелять и сделать буст сейчас вот буст а короче вот так на да давай попробуй сначала просто пройти чё по очереди просто просто прошел пробуй ну или хотя бы пробую каждую комнату быстро попробуем пройти короче нормально не получилось а мишта 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 дипил сука весь геймплей да вот видно с чем проблема вот я плохо стрелюсь ну короче ну вроде бы всем понятно как здесь что делается я не знаю мне хочется зайти чуть-чуть ее поковырять полетать в спектаторе например как она здесь устроена то есть мой как как тут так лучше будет как она устроена то есть здесь я так понимаю клип здесь его не пролезть здесь вроде как небо skybox который должен просвечивать и видно кусок следующей комнаты то есть здесь сверху ничего нет другая секретка есть друг и час найду здесь ничего нет окей фоне в его взлетала ничего нету так здесь у нас наружу одна большая длинная комната а ты это небо отключил да да отключи нормально все правило черное небо сверху здесь тоже ничего нет в общем мы летим туда так входим сюда здесь сделать сейф здесь у нас да как я уже показывал здесь сверху ничего нет здесь мы можем пропрыгать вниз через январь и посмотрел за все время карты заборезно прим прикольно кстати сделали здесь сделать бы из этих палок целой комната чтобы здесь надо было прыгнуть было прикольно сказал стави облажался бы дико вот здесь мы потом падаем вниз прямо и финиш и вроде никаких дополнительных комнат нет вроде здесь все что можно мы посмотрели ну да секрет нет секреток к сожалению нету может счастье не знаю хотя иногда бывает просто такие замороченные что они прям в общем ладно брать товару алинг до карта не очень большая роут стандартные триггеры я не знаю включить выключить наверно выключи они мешают они красные ну и точнее яркие сейчас и бибокс тоже наверное выключу хотя он иногда полезен когда вот здесь это с бифугой плазмешь хоть видно куда стрелять можно по снапу просто смотреть мне кажется я снова включен да да включен слабенький ну давай так перейдем уже запустил стрим да чё чё запустил ну стрим я жгут да сейчас сейчас минутку я покажу чувакам а где моя мышка 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 картинку показываю временно переключаю где мой дискорд картинка тентера и сказали а есть что-то я забыл извините немножко сегодня подуставший поэтому и дамки все увидите поэтому ничего страшного здесь вернемся в дифраг здесь я нажму лиф арена демос компетишн с 200 378 начнем с в квадре демок и здесь 4 5 6 7 8 9 демок всего да и начнем с вот дыр но такая карта ужасно чего игру не мудр и но карта ужасно ну хоть что-то как бы демки есть так тридцать и один дэв комс точка раша еще посмотрим ты такой может быть слушайте скачал демки нашего сокла на отдельный нет подожди он как-то резко дернулся вниз я надеюсь что это не знаете да вначале очень будет там валидатором сложно посмотреть если же скрип учёка ох сложно будет ну ладно но сейчас кстати по мере просмотра можно будет посмотреть а я через три плохо вижу я как он медленно фланг ну что в целом нормально прошу ты руку 3 и финиш особо нигде не врезался все хорошо да я сейчас еще раз его гляну особенно начало мне просто интересно куда он тыкал и насколько у него быстро был прижат вроде бы это смотреть щупа ну кстати у тебя им будет включена так вот это в ауте было интересует вот здесь когда он нажимает я это а вот я сейчас не заметил актив тиджи джам я сейчас просто выключил я хотел только этот показать вот давай сейчас еще разок я руку отображается и я не видел да да отображается я возможно его нажал лишний раз и выключил да поджог нормально долго держался короче вроде низкой нормально все следующий рэйвен салф джорджа полторы секунды да целых удар сека такой фрейм вы картит очень много так же вроде тоже не скрип упал на ранку молодец он не взял проходит не взял 2 0 бафаги и проходил не посмотрел что я не убираю а тут утрим сладкий но я думаю все равно можно было прям закрутил молодец и на финиш раз да могу лучше сделать да окей а компа ломас калининград кроме не взял проходил позиции линали забавно есть вот таки прыгать соскальзывать так это был быстрее как а это что никак не выпадут на финиш но тоже неплохо в риланс кэш по 1 но в целом нормально сразу на 2 секунды пашка спб минус секунды еще 2 2 смысле там 20 символов и 25 довольно за счет уже потратил много влетел в порт да а он не заметил чтобы фагу не отняли и проходил сквозь мой а не заметил опущу что смогу не приходил это место не знаю и финиш ух ты прям плитык молодец ради кола 25-0 минус 08 да где же он их срезала сейчас посмотрим но скорее всего в падении либо явно хуже ух ты он плазминкой в этот видел когда стрелял да в стену не взял не повезло нет а как он быстрее прошел ну когда посмотрим ну видимо просто вот здесь везде по чуть чуть и концовка от энтера раз два наверно заветит сразу на финиш мне кажется да сразу финиш как-то странно вроде почище да наверно в целом получилось ну ладно хорошо можно конин конг play а с прыжком теоретка чуть быстрее да 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 потому что граната взрывается не на половине высоты этого игрока около пола прям поэтому чуть повыше может подкидывать не 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 ты путаешь а наоборот 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 да я скорости больше дает и высоты чуть больше дает потому что ты можешь тогда не идеально во фрейм жать пуджок с плазмой я не согласен она высоты меньше дает то есть та которая взрывается около пола она больше высоты дает чем которая в середине хорошо может быть чуть-чуть но у тебя есть небольшой запас по плазможампу то есть те не идеально уже сделал плазможампу со взрывом гарната у тебя есть небольшая задержка ну понял да то есть ты можешь и подлететь как бы с плазмы это потом град и взорвется ну надежней не уверен не знаю итак хэппи раша 22,9 плюс 2 секунды да плюс 2 секунды нормально нормально вроде получилось сразу 2 армаз сразу две стрелы и сзади он сзади вошел в т.п. можно было сзади ходить и он использует по фугу вместо плазмы вот где он срезал как-то странно ракеты расстрелят мне пожалуйста и финиш отлично влезает 2 хп 2 хп осталось красавчик молодец топ 3 поздравляем хэппи топ 2 антон раша плей на 200 правильно? да на 200 я так думаю он когда падал после падения с бф гитера ракета вот здесь зацепил немножко да сжал сразу подправить ну ка а у нас там использовал ну ка а здесь как да сразу сэкономил здесь секунду с чем-то сэкономил ракет 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 а нет так же и финиш сэкономил надежно уверенно это эффект эффект был антон да эффект и топ 1 фпс хэйс 20 и 144 минус 2 секи с отрывом на 2 и 6 офигеть давай искать косики ммм он прям был в опоршу да баснир на хорошую территорию он по-моему не зацепил это сразу полу какой-то сдал большой плюс или если бы ракеты наперёд запустил вниз может быть что-то получилось бы не знаю чего-чего сделал ракета при падении вниз под себя стрельнул перед отбором да ну если бы он стрельнул может быть было бы быстрее я я не пробовал не знаю предполагаю и так много-много демок cpm начнем с снайпер украина 33 я не особо не шары но я тоже не не могу сказать он получилось запрыгнуть с плазминкой да идеально не врел молодец взял отстрелы одной штуки по стеночке ой забрался давай давай а получилось может кстати было приседать чтобы эффективнее залезать в эту штуку я приседал а ты приседал нет не приседал но с с плазмой лучше не приседать потому что прижимная сила меньше а ну я не знаю ты можешь просто поменять угол будет нормальная прижимная сила нет она уменьшается у тебя контролл зажатый он изменяет угол прижимания короче у тебя у тебя горизонтальная скорость наискосок становится а не чисто в сторону поэтому она хуже к стенке прижимается хорошо я не знал сангиб интересно так же как с прыжком если с зажатым прыжком плазмить нежелательно потому что она тоже хуже плазмиться вот я помню некоторые крутые чуваки на dfpc 1008.1 плазмили с пристом там за воротом где-то веспе скипнул потолок помнишь от места? нет не помню я по названию карты вообще не вспомню к сожалению ну как изменитый рекорд веспе который Вуди перебил вот вот меня название карта вообще не говорит и то что Вуди перебил рекорд веспе это тоже мало чего говорит оооо Вуди напиши в комментариях пожалуйста не он разве один рекорд свой перебил он по моему дофига я один но этот известный самый он брелся как он он летел в курсе 1000 и врезался после как не вырулил кнопочку я не дожал не ну это как странно ну ладно хорошо ну смотри быстро все делать быстро 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 финиш 243 за счет резкости зарулил наверно кутрелек сыпевкар написано через Y но русском языке как через U пишется ух ты через 7 лаком кариатив только в этом 0 но кариатив а подожди там можно было пропрыгать или мне показалось а там это где слева сейчас слева где на вазе да честно я не смотрел а вот сейчас он закончит как я посмотрю мне вроде нет если маппер он что сделал не симметричный этот не знаю так где там была мап как называется это rdf комп rdf 013 я очень расстроюсь подожди надо было мап делать я что то мне просто может показалось не посмотришь просто поздно я сам хочу посмотреть на эту фигню ах ты какой ладно так а это мне показалось то что вот так вот издалека как будто вот это вот вот эта штука она как будто горизонтально вот эти две полоски идут вот эти две они внутри в воде ты давай так не шутил да 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 все нормально и здесь тоже все нормально так ладно следующая днк хеязи Египт хиджэзи хиджэзи хиджэйзи джейзи джейзи как рейпер полось типа привет дев.​ forder вот seriously здесь получилось ииии не欸 к сожалению и в рампу не попал но зато нашел в угоне статя вообще ничего не сделал ой вниз внизу три прыжка делал два пушка и здесь все резался это хотел сказать финиш крутой от потолка но не помпал кризиал скотланд шотландия заметьте тут очень плотные результаты в конце таблицы это подозрительно это же не залетел сразу и попал нормально здесь на рампу упасть гораздо 5 раки 5 бафагена какие не стрелял вниз плохо но так довольно будет спустился в целом запрыгнул надежный он не врезался и можно из-за этого выиграл предыдущего чувака космонавт 25 много близких демок за 21 секи да и говорю близки отчет не горишь андет космонавт да как-то уважаю и молчание такой неловко вылата опротею спрошу о почти бустану по моему густ на но взял бустану но прямо долю секунды вообще еле-еле правильно надо было для плюшный кадр пустая чуть не выключен а ну ладно так не брак это было разъяснить это сложно вообще 4 демки за 21 это у нас 20 ины 2 и андедов бустить сложно довольно так что у них отсутствие бустов крови так сказать тонкая шутка ладно ой каком фото 2 бы фугой прям вообще капом заручить из тормозила или как-то плохо вот они сделала ретельно нормально мой как он тут лишние прыжки делал и финиш на цену зато финиш на 2000 нормально неплохо ганджа бой киров раша на 500 побыстрее так это у нас это такой одни к ее у него из кирова залет есть я правильно заметил то все стартуют передом нет да это мой очень мало еще дает слушай прямо дрочь так что не надо тут и все и все зато здесь отличного потолка до 13 но там очень высоко подниматься ровка по стойке пусковозда наверно если бы финиш было потолка да это было бы выгодно так взял ключевые фиги пропрыгал зарядку от ракетами как ракеты с кистом от потолка стрелился 2 да это выгодно довольно очень там тоже высок потолок и и учить финиш долетать все таки вот это сейчас намного быстрее было кстати видел насколько так видишь заметно быстрее вулкановит раша 21 еще на 200 плотно плотно тоже переменки не подходи вообще-то фигал на 2 500 весел у них какой не хватало еще распредел ой сколько он здесь потерял до проверил наверняка взяли на патрон а взял походил по кругу немножко подумал потом уже только дальше побежал не ну можно понять курс такая высокая антон хорошо это эффект у нас но у него такой дэйф нейм получилось зацепил рампу довольно уверенно это плюс меня показывает потому что у меня есть ну бы прохождение за 21 секунд вроде бы дупали вроде бы 20 или сколько еще посмотрим плюс 19 да ну привезли сяки от меня вроде бы я ее просто пробежал кое-как до финиша и не мучился где что-то решил не играть так кипиш челябинск следующий 19 9 6 ссылка там один фрейм разница 22 целых два фрейма целых два фрейма хорошо заметь но влетел сразу с репорт никто не хотел на первое место то есть они ждали оборот следующий выходи это только да уже стреляли мне кажется зря подпрыгнул в конце можно было соскользнуть да здесь прыжок какой-то прям плохо выглядит как будто ты потратил плюс просто 700 из-за прыжка happy рашин 19 8 минус 0 1 еще чуть больше этот старт достал всех просто достал ну да он сразу стреляет ему вечно 2 400 выиграл и туда стрелился тысячу ой лишние как он не чтобы вверх стрелять ой 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 здесь стрелять горизонтально все как будто немного странно как он мышкой крутил но зато 19 8 вышел за 20 они наверняка куча народа пыталась просто выйти здесь 20 секунд все подожди 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 мы кстати забыли проверять на скрипты я потом после записи я посмотрю я всех посмотрю каждого эфиоп 19 42 42 432 короче ладно немножко подошел что глава наверно не зацепить за стопом запрыгнул кое-как две семьсот и две семьсот нормах но не ешь хп не заводится всем хейстов работать смысле зачем видишь зачем очень долго ждал пока ракета прилетит возможно стоило ее стрелять прям прям перед триггером чтобы она меньше летела но так получилось у него в дымке очень неплохо нестандартно интересно думаешь есть оправданно было брать давай я сейчас не знаю не могу сказать точно сейчас докручу посмотрю как он это сделал нет интересно как он здесь ракеты немножко промахнулся зато в следующий попал дальше он посмотрел вниз сколько у нас там до 667 да вот он летит поворачивает а он прям как раз перед триггером стрелял просто у нас нормально надо было с бафаги здесь стрелять у тебя бафага еще сохранилась тогда бы ему не пришлось здесь вот ходить долгое время ждать пока он прилетит хорошо вопрос ты хоть раз в жизни делал 2x в гаджам да и 3x делал и 20x на старте да да и 3x делал я какие только не делал есть по моему специальные карты для тестирования бафага не помню как она называется очень коротенькая на 2 секунды для чисто до 2x бафаги ладно карциус карциус же наверно так выключить вырубит триггеры да на подобрал все потом не очень оптимально стрелы получили заски мил клип но он дождался прям новые точки когда стрелять а потом выстрелила нормально попал что мне в дебапе тренировал эту точку прицелился прям дождался момента выстрелил и ровно приземлился на бафагу неплохо так хейс топ-2 фпс хейс восемнадцать четыре плей а почему-то в два не топ-3 топ-3 договорочка хорошо а час пока не баним тебя и влетел отлично бафага словно попал ой зацепила пицца п лишний выглядит как лишние два прыжка полтора то пусть ты понял чем прикуда у них металла хп на полноценный бафага джамп он стрелял коряво и снял себе сколько-то 25 хп на детали сколько там это после телепорта а падение плюс выстрел отнимают мне все посмотреть давай сейчас еще раз я дам как глянем ладно у него 42 хп он видит то что 42 он он летит разворачивается прыжка а нет он просто мне кажется далеко приземлился и все вот здесь у него плохо получилось он очень здесь зацепил вверх потом до потолка ладно не здесь показалось то что он лишний прыжок сделала можно было сразу начиная можно сразу джамп ракет бафага джамп делать на час минус 066 же или 7 даже 0 54 56 здоровым ступ 2 не играй на конфиге зерга и кому а ему это говорит должен быть до полка поднимался что это было как это не так получилось 1 пересмотрим да он выстрел или он рандомный обсловил я не понял не очень много скорости удалось так вот мы залетаем здесь взял вот здесь залетел тормозить надо еще все посмотрим и кажется просто каркеты заранее на 85 915 он он за как закрутил что ли давай вот так сделаю тормозит горизонтально вот я по одному фрейма вперед мотаю что-то скорость очень много надо было сбоку посмотреть 1 хп 0 хп 0 скорость а у нас стрелился на 1100 когда нам просто показалось обмандаем 1100 летит и поэтому до быстро просто летит это и это он успел выстрелить до того как у него отобрали этот квад поэтому странно показалось что он скорость приобрел после падения только и топ-1 москва лишь 16 один а намучил все эти карты в р между прочим взрывая в р лет 3 2 2 600 гб получился финиш а если бы ну если бы я так говорю ты не не зафейлил 3 по моему бафогинки было бы еще быстрее а конец и застрал на 150 точно это рандомно сложно я уже был там рад тому что донес это огромный плюс и перебил в р на сколько на 300 перебил 400 здесь в зону не попал маленькую зато во вторую попал две штуки вот здесь вот первый но но все равно 2 2 600 почти 2 700 отлично получилось отстрелиться в лед с гбн и на 200 по моему всего добрал но все равно а тут больше да тут украдутся ранд разит таргасе с приседом пострелял немножко бафога бафога rocket 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 на 1300 кнопку назад обязательно беру фугу с прыжка такой вот здесь вот одна-две она просто тебя не дает падать но зато как бы прошел и 220 и финиш штат с 1 чё ты присел в конце ох нам учиться эти карты страны так что я хотел поздравляю естественно и сказал сейчас что я хотел секундочку а я хотел показать еще одну демку сейчас я закину сейчас это нас rdf комп 13 в кутри я ее закину вот сюда я ее народ ссори за ожидание маленькая буквально минутку и это как дополнительная это как сказать дом дом демка 3 посмотрим стой стой подожди давай у кутри тупо 1 посмотрим замедлением мы смотрели хэйс не помню напомню как сказать для сравнения давайте в теории подумал где может быстрее быть а мы сколько быстрее на секунду приблизительно до 1000 1900 он летит здесь он мне кажется лишь хотя ну не знаю как здесь прыжками 534 rocket rocket а вот здесь он упал и долго проходил их лишний прыжок делал мне кажется можно было за задней стенке взять его и как-нибудь пройти не финиш кодисту 3 до можешь сразу сделать руки джампу держать не можешь бы фугу вне спуститесь например в полете и словить его не это четко на наркоманская я не знаю так ну ладно давайте full 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 скоростную демку ксаса посмотрим дополнительные вроде как топ-1 быстрее топ-1 но мне не отослал или там карта не понравилось 2 300 здесь он видишь соскальзывал снизу без прыжка делал немножко зацепил за стеночку он также делал просто больше скорости везде со всех сторон эх ну да нет на побыстрее 1900 было оптово 1600 там учитала ты уверен хейза было больше на финише ну ладно не могу ошибаться можно еще раз сначала намного быстрее он сделал 2 300 в лед улаши фигнирую и вот здесь соскальзнул с краешка не делал прыжок здесь мне вертикальной скорости нет но он делал упал по сделал прыжок а потом по стеночке и сделал прыжок по диагонали 1903 нам так а хейз хейз у нас еще раз гляну его дымку ну да для сравнения все такое 1800 да здесь большая разница да здесь он лишний прыжок делал ну и вроде бы не лишний потому что далеко приземлился но так получилось жёг раз вот видишь у как делает лишь ты 600 летит ну да да скорость маленькая не финиш но сразу первая половина финиша быстрее тушу прыгу по диагонали сделал жокс выстрелы и пусть не начал сразу стрелять но все равно поздравляем хейза с топ-1 я переключусь на браузер вот здесь мы можем видеть кучи кучи демок которые прислали на rdf комп у нас я не буду скролить вверх-вниз потому что были еще другие компетичные был как минимум экстра до дымок не очень много но вроде получился неплохой маркап присылайте демки все такое вот было целых двадцать сколько двадцать двадцать восемь демок в обоих физиках если посмотреть сколько я играла в онлайне просто даже интересно стало и 16 9 то есть топ-1 гопер а это себе мтой да cpn то есть тайм и древние буква 3 у нас 19 5 гопера о как то есть то есть то почему древних вы там год стоит 22 30 мне показалось у блокшипа глаза в отсек оси пьем она двадцать двадцатый год 21 не шестнадцатом году вузе будет шестнадцатый год сколько пять лет шесть лет назад он ставил time 17 секунд и ставим который в акване киди одиннадцатый год ты в реке 11 лет назад ладно сейчас тайм и тайм и намного мощнее получается то есть сколько народа у киди было вон восемнадцати один сколько его народу перебила сколько два человека три сколько вот столько передел народу удачи ты показала что больше а кто там после киди был в одиннадцатом году 18 3 18 минутка истории исторически в общем поздравляю тех кто присылал демки занял 1 2 3 места вот они кубочки кубки получать очки рейтинг пока видимо не насчитан но чуть позже насчитается не было вот следующий competition мы я пока не буду озвучивать потому что он там уже закончился вот искролить не хочу спойлерить результаты пока ладно доберемся посмотрим в общем поздравляю всех кто писал демки спасибо за просмотр спасибо за то что вы посмотрели обзорчик лайк все такое подписывайтесь на канал будем дальше делать интересные обзорчики интересно делать так ладно все всем спасибо всем пока спасибо всем да и пока